Хе-хей, всем привет, с вами Мамон, рад вас всех видеть. Не успел я, значит, закончить свой стрим, как тут же на следующий день выходит новое обновление в игре, появляется локация, ну и, соответственно, разработчик дарит нам по три попытки каждый день, они копятся, и, собственно, он нам как бы предлагает, говорит, давай попробуй, выживи в этой локации, и, соответственно, подарочки он нам тоже хороший заготовил за это. Суть ивента очень проста, нам нужно как бы зайти на этот остров, выжить в нем, собрать камни, обменять потом эти камни на подарочки и вроде как жить хорошо, но есть одно-одно маленькое условие, выжить на этом острове очень и очень сложно. Я бы проигнорировал само вот это обновление, потому что я не занимаюсь обновлениями в игре, потому что я их делаю очень долго, точнее, я не успеваю их делать, но ребята написали мне и говорят, мамон, посмотри, посмотри, сделай гайд, потому что, ну, реально, очень тяжело, очень сложно разобраться в этой локации, очень мало попыток нам дают, и, как бы, действительно, я зашел, попробовал, посмотрел, почитал все, и реально очень-очень сложно выжить в этой локации. Поэтому давайте сейчас зайдем, посмотрим, что из себя эта локация представляет. Хорошо, что каждый раз, когда мы заходим на эту локацию, собираем ресурсы, уровень нашего выживания на этом острове, он повышается, никуда не девается, то есть, как вы здесь видите, у меня 18 уровень, соответственно, чем чаще мы будем заходить на этот остров, тем больше мы будем его прокачивать, и, соответственно, у нас есть выбор, либо мы собираем камни альфа, камни бета, либо мы прокачиваем свой скилл и пытаемся как-то выжить. Из-за сложности выживания на этой локации у нас сразу появляется два выбора, как поступить, что нам делать. То есть, мы можем либо игнорировать кратеры и прокачивать свой скилл, чтобы повышать свой навык, чтобы у нас открывались новые возможности, мы могли делать новый шмот, какую-то защиту, дома строить и так далее, тому подобное. Или проигнорировать прокачку своего навыка выживания и бежать сразу на кратеры, собирать камни. Ну, естественно, первую ночь мы не переживем в таком случае, но хотя бы 9 камней мы можем утащить оттуда и обменять их, соответственно, на подарочки. Тут уже выбор каждого, но лично я считаю, что поначалу лучшим вариантом будет немножко прокачаться, открыть некоторые скиллы, не собирать эти камни на кратерах, просто открыть некоторые скиллы, чтобы иметь возможность иметь защиту от ночного тумана, чтобы пережить как-то первую ночь, чтобы пережить как-то вторую ночь, да, и пробиваться дальше в этом. Основная сложность этой локации в том, что нам дают очень мало времени. Смена суток дня и ночи происходит намного быстрее, чем мы привыкли на наших обычных островах, что значит, что у нас очень мало времени на подготовку к ночью. Каждую ночь у нас появляется масляный туман, который во много раз усиливает нашу усталость, и как только усталость становится красной, наши очки жизни начинают убавляться до тех пор, пока персонаж, соответственно, не того самое. Ну, вы поняли. Поэтому, как я уже говорил, выбор будет очевиден. Либо вы бежите на кратеры, собираете камни, просто за эти камни вы не получаете очков опыта, не получаете очков навыка, и вы не сможете прокачать свой скилл. Либо вы прокачиваете свой скилл, и в дальнейшем, уже в будущей перспективе, сможете выживать дальше. Потому что поначалу пережить первую ночь нереально. Ну, как мне кажется. Потому что у вас нету возможности построить хижину, нету возможности сделать себе обмундирование. Да и толком, что как собирать, что как крафтить, естественно, вы тоже не знаете. Поэтому выжить будет очень сложно. Из хороших новостей могу сказать следующее. Любой крафт в этой игре не такой уж и сложный, его не так уж и много. Достаточно просто его запомнить. Если вы сходите на локацию там раз 10 или может 15, вы уже будете на автомате это все делать. Крафтить свои шмоточки, значит, и как-то защищаться от этого тумана. По этой самой причине могу сказать вам следующее. Не опускайте руки. Поначалу всем очень тяжело. Каждый игрок маленькими шажками. Нету таких игроков, которые сразу зашли на локацию и 5 дней смогли пережить с первой попытки. Нет, так ни у кого не получится. Маленькими шажками потихонечку прокачивайте свой скилл. Учитесь крафтить шмотки. И, соответственно, у вас будет получаться выживать и вторую ночь, и третью ночь. То есть, какой вывод теперь мы можем из всего вышеперечисленного сделать для начинающих, для начала? На самом старте, значит, если мы точно знаем, что первую ночь мы пережить не можем, соответственно, мы делаем упор на прокачку скилла и на сбор вот этих камней. То есть, если кратер с камнями альфа или камнями бета находится близко, ну, примерно там 50 или 70 километров от вас, то мы бежим на кратер, соответственно, и собираем эти камушки. Если он находится далеко, 100-150 километров, то мы прокачиваем свой скилл, свои навыки, чтобы потом в будущем нам было легче выживать. Как и всегда, поначалу награда за обмен этих камней будет не очень, но под конец, если вы сможете добраться до 10 уровня подарков, который подготовил нам разработчик, и мы посмотрим, мы получим очень-очень и очень редкие материалы. Легкость 5, твердость 5, да, все вместе, все в одном металле. Просто вы представляете, какое можно собрать оружие из этих ингредиентов, какую можно сделать броню, и как хорошо и красиво, скажем так, вести себя, значит, в пвп-локациях. Конечно, о наградах можно говорить бесконечно, но, в принципе, вы и сами можете посмотреть, какие награды подготовили нам разработчики. И вернемся к острову, продолжим выживать. Что нам нужно сделать? Теперь мы знаем, что нам для выживания необходимо собирать ресурсы, делать из них защиту. Ну и как по мне, для выживания на этом острове лучшим вариантом, конечно, будет ходить не в одиночку, а с отрядом. Хотя бы в 3 человека собраться, договориться с ребятами, каждому распределить свои обязанности. Кто-то будет строить дом, кто-то будет готовить еду, кто-то будет помогать строить дом или готовить еду. В общем, хотя бы втроем ходить на эту локацию и как-то помогать друг другу. Но сейчас мы будем рассматривать именно соло-вариант, потому что первую ночь в любом случае придется выживать как-то в одиночку. Почему? Потому что, когда вы отрядом попадаете на этот остров, вас закидывают на разные точки, и вы можете просто не успеть добежать друг к другу за отведенный промежуток времени до того, как сядет солнце и начнется туман. Поэтому у нас сейчас в приоритете научиться пережить хотя бы первую ночь. Как это сделать? Сейчас мы с вами попробуем в этом разобраться. И для этого нам понадобится в самом начале очень грамотно распределить свои возможности и ресурсы, потому что у вас есть инструменты кирка, лопата и молоток, но у вас нет, например, бахуса или энергетика. То есть каждый раз, когда вы собираете какой-то ресурс, у вас уходит энергия, которую восполнить в этой локации очень сложно. Поэтому вам нужно правильно распределить приоритеты в том, что нужно собирать. Если вы зайдете на локацию и будете собирать все подряд, надо вам это или не надо, то, скорее всего, первую ночь вы пережить не сможете. Поэтому собирать нужно именно то, что нужно для крафта каких-то вещей. Ресурсов они требуют немного. Броня там 2 лозы, 2 моха, шляпа 1 лозу, 1 мох. То есть всего по минималке нужно собрать, потом скрафтить, соответственно надеть и уже пережить первую ночь. Но несмотря на то, что даже если вы все-все-все знаете, все выучили, каждое движение у вас отработано, в любом случае на этой локации очень сильно решает рандом. Очень сильно решает рандом. Почему? Потому что вас может закинуть в разные места. Если где-то вы можете найти еду или какие-то посылки, вы можете встретить с пицей, например, или еще с чем-то, или с какой-то броней, или перчатками, то в следующий раз вы можете зайти на локацию и кроме сухих веток больше ничего не найти и вам просто не получится выжить. И вот, например, сейчас я делаю ошибку. Вместо того, чтобы сделать хижину, я делаю большой навес. И, соответственно, теряю очень много времени, даже несмотря на то, что я одел на себя мундирование и почти на 100 усталостей понерфил, все равно я не успеваю достроить этот дом, чтобы спрятаться от этого тумана. И, конечно же, я во втором заходе, из-за того, что вот так вот неправильно распределил свои ресурсы, свои возможности, я уже тут первую ночь пережить не смогу. И правильным решением в такой ситуации было бы строить хижину вместо того, чтобы бегать собирать ресурсы на большой дом, потому что хижина, она еще уменьшает усталость на 150. А вот этот большой дом, он просто сильнее, чуть-чуть сильнее он защищает от тумана, но он не восстанавливает нашу усталость. И даже если бы я бы успел его построить, сделал бы это хотя бы за самоцвет, и он бы меня все равно не спас. Поэтому, какой наш следующий, значит, план действий? То есть, мы заходим на локацию, собираем по самому минимуму всех необходимых ресурсов для того, чтобы сделать шлем, чтобы сделать броню, защиту от тумана, чтобы построить костер и чтобы сделать хижину. Все. Для первой ночи этого достаточно. Собираем ресурсов по минимуму и делаем то, что я сейчас перечислил. Слева снизу вы можете посмотреть, как выглядит первый сет. Первый сет сделанный из лозы. Далее вам будет открываться другой сет, второй сет, он будет делаться тоже из лозы и бутылок, но пока что мы его опустим на второй план, потому что вначале вы его все равно собрать не сможете. И, как мне кажется, он не так уж и сильно влияет на выживание, потому что собрать его намного сложнее, больше времени на это тратим, а защищает он не так уж и сильно, как мне показалось. Поэтому будем рассматривать первый вариант, первый сет из лозы, который состоит из четырех частей. Это шляпа из лозы, броня из лозы, это сапоги из лозы, перчатки из лозы. Сапоги и перчатки это уже второстепенные. Если вы успеваете до первой ночи их сделать, тогда делайте. Если не успеваете, тогда лучше не надо. И сверху я прописал рецепты самых первых необходимых для выживания вещей. То есть, если мы будем делать хижину, мы можем использовать либо мох, либо листья, либо кости, либо ветки. И, соответственно, для головы, корпуса то же самое. Либо мох, либо листья, либо лоза, либо стебель. То есть, мы заходим на локацию, и в зависимости от рандома, куда нас закинуло, мы решаем, что мы будем собирать. Мы будем собирать либо мох, найдем какое-нибудь моховое дерево, либо мы будем собирать листья, если вокруг будут одни листья. Получается, что вначале у нас есть какой-никакой выбор. Собирать нам нужно, как вы видите, не так уж и много. Всего лишь 5 листьев, 3 лозы, и все. Это основное, что нам нужно. Соответственно, нам еще нужно будет собрать какие-нибудь 2 ветки для костра и поискать еду. Может быть, это будут джуки, может быть, это будет лотос. Не важно что, какую-нибудь еду собрать надо и приготовить ее, соответственно. Но, опять-таки, это уже выбор. То есть, если рядом с вами будет кратер, то, скорее всего, лучшим вариантом будет пойти и собирать альфа и бета камни. Если рядом кратера нет, то пытаемся выжить и прокачиваем свой скилл. Но, как я уже говорил, способ, который я только что озвучил, по минимуму все собрать, по минимуму все сделать. Это необходимо просто для начала знать каждому. Потом вы собираетесь в команду, создаете отряд и уже вместе выживаете, разделяя обязанности между участниками этого самого, значит, отряда. На момент записи этого видео я уже туда, наверное, раз 19 сходил. Билетики стоят недорого, всего лишь 25 самоцветов. Ну и, соответственно, даже бездонатный игрок может себе это позволить, если захочет. Мы с ребятами попробовали несколько вариантов. Мы ходили в соло, мы ходили отрядами. Мы готовили жуков, мы готовили лотос. И как-то экспериментировали, смотрели. Иногда даже вам может повезти, вы можете получить ингредиент с зеленым бафом и сделать себе броню с зеленым бафом. Там плюс 12 защиты от масляного тумана, например. Ну и, конечно, в этом нужно разбираться. Это долгий такой процесс, не за один день это все делается. Но вторую часть по вот этой локации, скорее всего, я делать не буду. Вместо этого давайте лучше я проведу стрим. То есть, если вы хотите, мы можем устроить стрим, собрать отряд вместе в прямом эфире, проходить эту локацию и уже по ходу пьесы как-то выявлять какие-то секретики, может быть, возможности прохождения, возможности выживания и как-то вот вместе это все сделать, если хотите. Но вторую часть я, скорее всего, делать не буду, потому что когда я его закончу, видео будет неактуальным, неинтересным, наверное, потому что есть уже первая часть, которая объясняет. И сейчас я уже пытаюсь выжить, как-нибудь пережить первую ночь в этом болоте. Соответственно, я сделал себе броню, сделал костер, сварил еды и сейчас уже буду строить хижину. И хижину нужно строить обязательно. В первую очередь всегда нужно строить хижину. И хорошо, если вы идете в отряде, потому что одна хижина многоместная, то есть один человек может построить эту хижину и вы всем отрядом в ней можете спрятаться туманно, восстановить свою усталость и пойти дальше заниматься своими делами. Поэтому хижина считается самым главным и основным. Вы можете не успеть сделать себе броню, но хижину надо успеть сделать в любом случае. Потом хотя бы ночью уже, когда туман начнется, сидя в хижине, строгать себе броню, шлем и так далее. С местными скунсами, динозаврами, птицами драться вообще смысла нету, потому что не забывайте, что вы зашли на локацию полностью в трусах. И это я могу вам сказать с полной уверенностью, потому что в начале, когда я первый-первый раз зашел на локацию, мне выпал, в посылке я нашел армейский ножик, одел его и пошел, значит, сражаться с динозаврами. И меня надолго не хватило. Они меня расшатали, распинали и шансов мне вообще на выживание никакого не дали. Поэтому драться с ними смысла нет. Если они нападают, то убегайте. А это значит, что хижину и костер надо ставить там, где как можно меньше находится агрессивных динозавров. Потому что в любой момент они могут на вас напасть и вы просто потратите драгоценное время, которого и так очень-очень мало. И, конечно же, сейчас за один день экспериментов всю информацию об этой локации вытащить. Но если и реально, то очень сложно. И если вам вдруг есть что добавить, вы уже ходили на эту локацию, у вас, может быть, есть какие-то секретики или еще что-то, или вы просто хотите поделиться с другими игроками лайфхаками по этой локации, сейчас самый удобный вариант под музыкальный видеоряд зайти в комментарий, просто свернуть, не выключать видео, просто свернуть его, зайти в комментарий и написать что-то от себя. Чтобы другие игроки, которые посмотрели этот ролик, могли зайти в комментарии, почитать и получить немножко больше информации об этой локации. Я буду вам очень благодарен за такую поддержку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну а теперь вы знаете, как пережить первую ночь, но, конечно же, у вас все равно остается выбор, либо вы пытаетесь выжить, либо вы собираете эти камни. Но если вы идете с отрядом, вы можете договориться так, двое организовывают еду и жилище, третий собирает камни, потом меняетесь. И как-то так пытаться проходить, прокачивать свои навыки, свои скиллы. Еще нужно не забывать один немаловажный момент, что после выживания первой ночи у вас шкала усталости будет переполнена, и дальше, казалось бы, вы больше ничего не можете сделать. Но не забывайте такой момент, что когда вы открываете новый кратер, вам восстанавливается 300 усталости. То есть минус 300 усталости вы получаете, и, соответственно, можете копать ресурсы. Но нельзя забывать про то, что у вас есть шкала выносливости, и вам всегда нужно иметь в запасе какую-нибудь еду, чтобы восполнить свою выносливость и собирать альфа-бета камни. Конечно же, в описании под видео я оставлю все самые полезные ссылки на группы. Если вам недостаточно информации, вы можете заглянуть туда, почитать, задать свои вопросы. И на этом все. Всем спасибо и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!